Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Доброе, добрейшее, замечательное утро! И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Мишлей. Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Все, Максим Перенчук, где уродинение? Все, идет у нас трансляция и в Фейсбуке, и в Инстаграме. И в Фейсбуке, и в Инстаграме мы расширяем очень сильно сейчас свое присутствие в соцсетях. Расширяем присутствие в соцсетях. Почему? Потому что нужно быть активными. То есть, как говорил царь Соломон, Все, что твоя рука будет делать, делай в полную силу. И в Пертьевод мы тоже учили. Имэн анили, если не я для себя, мили, кто для меня? Вэкэшаннили ацми, если я только для себя. Имэн анили, мили, кэшаннили ацми, мани, если я только для себя, что я вообще? Вэм лёхшав, если не сейчас, эйматай, то когда? Если не сейчас, то когда? И этот подход нужно делать прямо мощно, сильно, за все силы. И еще есть одна такая очень интересная фраза. Не помню, откуда это, но я знаю, что это рамба. Не помню, откуда это. Ваикба ли бам бедар кэшэм. То есть, нужно поднять свое сердце на путях к Богу. И еще мы учили в Пертьевод очень сильную вещь. Делать желание отца твоего, что на небе, Бога, то есть. И, значит, поэтому мы расширяем свое присутствие и вышли в Инстаграм тоже. То есть, в Инстаграме теперь мы тоже присутствуем, хоть будет в Инстаграме что-то полезное, наконец-то. Хорошо, друзья. Итак, значит, мы дошли до 16 главы уже, кто не знает. И дошли мы до отрывка седьмого. Седьмой отрывок мы в прошлый раз, мы начали его изучать. Но сейчас мы продолжим. Продолжим. Значит, седьмой отрывок, он звучит так. Если Бог, ему желанные пути человека, по которым человек идет, то и врагов его он с ним сделает, как примирит с ним. Какие главные враги человек... То есть, откуда мы знаем, по каким путям надо идти? Каким путям благоволит Бог? Это понятно. Ответ здесь очевиден. Бог в Торе установил заповеди. Моисей Машер-Абену спустился с горы Синай со скрижалями. На них было написано 10 заповедей, которые являются основой всей Торы. Вот эти 10 заповедей, это основа всей Торы. Дальше эти 10 заповедей разложены для еврейского народа на 613 заповедей, 248 повелевающих и 365 запрещающих. И плюс есть устная Тора, которая объясняет, как надо жить в мире. И главная заповедь устной Торы, на которой стоит вся Тора, это заповедь, которую сформулировал Раби Атива, «Ваавта лераеха камоха» – «Возлюби ближнего, как себя». То есть, надо быть прежде всего хорошим человеком, с хорошими качествами характера, добрым. И тогда на это уже ложатся все остальные заповеди. Если Богу нравятся пути человека, человек действует, идет по путям Бога, он старается прямо вот, он утром просыпается, благодарность, поблагодарил Бога, встал тут же, победил свое вот это вот животное начало, проснулся, помолился, потренировался, поучился, поработал и так далее. То есть, если Богу нравится то, что делает человек, то человек идет по божественным заповедям, то тогда даже враги его примирятся с ним. Теперь здесь кто такие враги? И без комментаторов мы бы не узнали, что в первую очередь имеются в виду внутренние враги, потому что у человека главный враг сидит у него внутри. Это лень, это гнев, это раздражение, это депрессия, это негативный взгляд на мир, пессимизм и так далее, алчность. Все плохие качества это как бурьян, как сорняк, вожделение, которое внутри у человека растет. И если человек не побеждает этих врагов внутренних, тогда у него появляются внешние враги. А какие у него внешние враги, тут же все понятно. Если человек, например, он ленивый, то тогда появляются люди, которым он вредит своей ленью, и они становятся его врагами. То есть внутренний враг-лень вырастает для человека во внешних врагах, которые будут внешне его все время дергать за то, что он ленивый. Если человек алчный такой, и он нарушает заповеди Бога, он ворует, он обманывает, он недоплачивает, там кому-то недоплачивает, то что? У него будут сразу же на каждого внутреннего врага, которого он не смог победить. На каждого внутреннего врага вырастают как последствия, как бурьян, внешние враги. Если человек гневливый, раздражительный, он будет обязательно на кого-то кричать, нападать, ругаться. И, естественно, эти люди, есть такое выражение, кемаем по ним ли по ним, в Мишле мы тоже учили, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Получается, что внутренние враги человека, которые его лень, гнев, плохие качества характера, то все это вырастает у него во внешние враги. Но если бурцот ашем даркеиш, если Богу угодны, если Богу нравятся пути человека, то есть если человек идет по путям Бога, тогда Бог помогает человеку победить внутренних врагов, а если он победит внутренних врагов, то тогда и внешние враги исчезнут, потому что внешние враги – это следствие внутренних врагов. Очень вот такое вот интересное объяснение, как объясняет Малбим, и могу по себе сказать, Ривка, привет, это жена моя, значит, могу по себе сказать, что как только я внутри себя выстраиваю правильную систему взаимоотношения с Богом, в этот момент сразу и внешне все выстраивается. Как только внутри начинаются какие-то конфликты, особенно если Ецарара побеждает, то тогда приходит со стороны обязательно кто-то, и мне указывает на то, что где-то я внутри какого-то врага недосмотрел, и он меня победил. Так не только у меня, так и у всех. Обратите внимание, то есть внешне это следствие внутреннего. Хорошо, это седьмой отрывок. Теперь восьмой отрывок. Мешпат. Лучше немного через дзаку, лучше немного через дзаку со справедливостью, чем много урожая без мешпата, без справедливости, не по суду, то есть несправедливо. Значит, чем занимается большинство людей, чем большинство людей в мире занимаются, чем они занимаются. Я вчера как раз прочитал комментарии на Каэлит. Был такой Бен Ишхай, это был Равин Багдада. И вот он на Каэлит, он сказал интересную вещь, что написано, что Адам Ле Амаль Юлат. Человек создан для труда. Значит, что такое Ле Амаль Юлат? Для какого труда создан человек? И здесь есть как раз выбор. Есть Ле Амаль, вот это слово Амаль, труд. Оно, это как, можно его расшифровать. Ле Амаль Юлат, Лель Мот, Аль Монат, Ле Асот. Может быть, учи Тору для того, чтобы ее выполнять. Может быть, может быть. А может быть, Амаль, это как раз три вещи, за которыми люди гоняются. Вот если мы посмотрим, зачем большинство людей в мире гоняются. Амаль, они все время трудятся, трудятся. Для чего? Айн, это Ошер. Для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть, если мы посмотрим, чем весь мир занимается большую часть времени, то мы увидим, что большую часть времени 7,5 миллиардов людей на Земле или учатся, дети учатся, как зарабатывать. Старые люди уже не могут зарабатывать, они уже старые. Но именно люди в возрасте от 20 лет до 60, то есть, основное население Земли, от 20 до 60 лет, они большую часть своего времени, 80% своего времени, они работают для того, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги. Ошер. Это Амаль, это для богатства. Ну, для денег. М, это Маахаль, еда. То есть, если посмотреть, на что люди тратят больше денег, то я недавно видел, что, например, в России у людей 70% денег уходит на еду. Есть страны более богатые, там человек меньше тратит на еду, но в большинстве стран мира большую часть денег, которую человек зарабатывает 80% времени своей, отдавая работе, он тратит на еду. Амаль, это Ошер, деньги. М, это Маахаль, еда. И Л, это ловушь. Ловушь, это одежда. Как только человек начинает зарабатывать, у него остается, помимо еды, чуть-чуть избыток денег. На что он тратит этот избыток денег? Он его тратит на... Ловушь, это одежда. Сейчас главная одежда, это айфон. Дальше он старается с помощью одежды выделиться, показать, что у него есть деньги. И дальше идет как бы через одежду, он пытается показать, что у него уже деньги есть. Люди начинают одеваться, брендовые вещи и так далее. И дальше они начинают уже бороться за почет, за какие-то там власть, ну и так далее. Это уже те, кто выбились из вот этих вот 95% населения, которые с трудом зарабатывают себе на еду и на одежду. И, значит, если он уже заработал, тогда начинают бороться за признание и за власть остальные. Да, признание, чтобы меня узнали, стать известным и так далее. И только единицы, там 1-2% людей до них допирают, что есть же духовность, есть развитие, есть самореализация, что просто гоняться как хомячки вот за вот этими простыми амаль, за этим трудом нет смысла. В общем, что здесь в восьмом отрывке нам сказал царь Соломон? Восьмой отрывок 16 главы. Лучше немного, но со справедливостью. Дзака это когда ты делаешь все по божественным заповедям, да? Чем много урожая, много у тебя есть прибытка, но при несправедливости. То есть ты делаешь это нечестно. Когда люди гонятся за деньгами, то они используют какую-то систему координаций, систему ценностей. То есть есть система ценностей, это что для тебя важно, а есть система правил, координат, как мир работает. То есть каждый человек, он убежден, что мир работает именно вот так. У каждого есть система правил. Есть, например, вот я помню до того, как я начал изучать Тору, то было, например, такое правило, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Шампанское. Откуда взялось это правило? Почему вдруг оно так используется в мире людей, которые рискуют? Почему именно шампанское? Не знаю. Никто не знает, наверное. Но есть некое такое убеждение, что кто не рискует, тот не пьет шампанское. Теперь есть другое убеждение. Например, многие люди верят, что лучше синиться в руке, чем журавль в небе. Это два противоположных убеждения. Одни люди верят, что семь раз отмерь, один раз отрежь. А другие люди верят, что под лежачий камень вода не течет. То есть у каждого человека есть набор каких-то убеждений, и одно из них это цель оправдывает средства. То есть есть люди, которые они почему-то решили, тоже никто не знает. То есть Тора понятный источник. Тора это Мошера Бейну. Моисей получил от Бога, от Создателя мира, набор правил, как работает мир. И его передал еврейскому народу. 40 лет в пустыне был тренинг. Учили, учили, учили. Потом записали это. Свитки были, пятикнижие, записали. Оно на свитках передавалось, хранилось. И устная Тора передавалась из поколения в поколение. К каждому моему уроку прилагается набор книг. Если вы хотите посмотреть набор книг, там есть книга Равмоши Пантелят. Она называется «От Синая до наших дней». Где полностью цепочка передачи Торы от Синая, от Машера Бейну до наших дней, пофамильно, поименно, по годам, как передавалась Тора. Вот это вот знание от Бога от Синая до наших дней. От горы Синая, от получения Торы до сегодня. И значит, еще раз. Когда человек... То есть прошивка у человека понятная. Все люди стремятся к деньгам. Это прошивка. Это прошивка. Но когда ты стремишься к деньгам, вопрос, по каким правилам ты идешь к деньгам. По каким правилам ты строишь свою жизнь. Взаимоотношения с людьми. И вот здесь нам говорит царь Саламот. Лучше немного, но по справедливости, чем много набрать урожая без суда. То есть несправедливо. Потому что если ты набираешь несправедливо, то украл, выпил в тюрьму. То есть тоже вот у человека... Помните, был фильм, когда один... Эта фраза была из фильма какого-то там, который я смотрел в детстве в Советском Союзе. Не помню сейчас какой фильм. Но что имеется в виду? Что когда... Это прям мы должны знать. Это Бог нам сказал. Лучше немного заработать, но свое и честное. Чем много, но не честно. Потому что если много, но не честно, то к тебе придут те, у кого ты забрал. Милиция. С неба сразу перекрываются все потоки благословения. И обязательно удержать то, что ты забрал не честно, невозможно. Но у человека внутри сидит маленькая обезьяна. А знаете, как обезьяна ловят? В Африке ловят обезьян так. Ставили банку. В банку кидали орехи. И оставляли узкое такое горлышко, куда обезьяна могла засунуть руку. И когда обезьяна засовывала руку в банку и пыталась забрать много орехов, она набирала много орехов. А вытащить руку из банки она не могла. И отпустить орехи она не могла. Потому что обезьяна жадная. И она... Как я отпущу то, что я забрала? И так она и сидела, и не могла отпустить орехи. И так ее и ловили. Вот эта обезьяна живет у человека. Забрать. Еще когда дети в песочнице ползают, когда у них еще нет системы координат управляющей, никаких правил нет и так далее. И ребенок, он хочет забрать игрушку у другого. А если он может забрать, так почему не забрать? И вот это вот внутри, когда человек хочет забрать несправедливо, и он может даже и заберет. Но он должен знать, что расплата придет. Девятый отрывок. Девятый отрывок, значит, он нам сообщает следующее. Девятый отрывок, нам говорит царь Салмон, следующую вещь. Лев Адам Ехашев Дарко. Сердце человека обдумывает свой путь. Ва Ашем Яхин Саадо. А Бог, он устанавливает, направляет его шаги. Значит, как это работает? Еще раз давайте разберемся, как это работает. Вот есть человек, у него есть на голове, у него есть на голове такой прибор, который мыслящий. Мыслящий прибор, интеллект. Назовем это интеллект. Его человек, значит, он своим интеллектом, у него внутри есть разные идеи, правила, ценности, и он все время интерпретирует окружающую реальность. Он все время, вот он что-то видит, и он себе объясняет. Так можно, так нельзя. В Америке они хорошо поступили, плохо. Но мы же обсуждаем не Америку, мы же не в Америке. Мы обсуждаем интерпретацию событий в Америке, которую нам предоставили журналисты, которые тоже видели, каждый видел вот такой кусочек реальности, но они интерпретировали эту реальность, и они нам написали или показали, или рассказали. Дальше какие-то посты в Фейсбуке тоже. Кто-то, каждый по-своему интерпретировал эту реальность. И потом человек берет и интерпретирует у себя в голове то, что он услышал, интерпретацию с интерпретацией. И каждый живет в своей картине мира, в которой он себе там нарассказывал истории, включая истории о себе, какой я, кто я, история о своих целях, я это хочу, я это не хочу, история о своем прошлом, вот было все вот так, и эти были со мной несправедливы, а эти были мне молодцы, этого я люблю, этого я не люблю. И вот человек живет в мире своих интерпретаций. Говорит нам царь Соломон, «Лево, дам Яхашев Дарко, сердце человека, то есть его мышление, он все время обдумывает свои пути». То есть чем занимается человек большую часть времени, он все время себе думает, что мне делать, как мне делать, как мне жить, куда идти, куда не идти, что там кушать, не кушать, как он ко мне относится, как мне он. То есть у человека все время есть внутри вот этот вот интерпретирующий механизм, которым он обдумывает свои пути. И это у него здесь полная свобода выбора. У человека полная свобода выбора. Он может себе сказать, хочу стать этим или хочу стать тем. Это я люблю, это я не люблю, это я буду слушать, это не буду, Это я буду кушать, это не буду. То есть у него внутри полная свобода интерпретации и свобода выбора. Но как только он, мы уже учили, что Миашем Маанелла Шон, как только он сказал уже что-то вслух, это минимальное действие. И тем более здесь написано, что Бог его шаги направляет. Как только он свою мысль вытаскивает в мир действия, мир действия это уже не его юрисдиция. Мир действия, окружающий мир это объективная реальность, это не субъективная реальность. У меня в голове это субъективная реальность, то что я интерпретирую и воспринимаю. А окружающий мир это объективная реальность, в которой действуют абсолютно точные законы физики, химии, биологии, законы сохранения энергии, законы какие-то причинно-следственные связи, законы есть психологии, есть очень много разных законов. Эти все законы когда-то создал мироздание Бог. Бог творец мироздания, он создал мироздание, и он все эти законы, поэтому Бог и называется Всесильный Бог, Элотим на иврите. Всесильный Бог это набор всех-всех-всех законов, которые он установил и которые действуют абсолютно синхронно. На любую точку в реальности действует набор законов, которые установил Бог. Теперь, когда человек начинает действовать, он не может идти против законов Бога, то есть он не может изменить эти законы. Поэтому получается, что уже действие направляет Бог, потому что все, что уже действие, взаимодействие с другими людьми, как этот весь мир стоит, как эти все материалы, они устроены, есть же таблица Менделеева, есть там сопротивление материалов законы, есть математика, которая описывает там какие-то законы и так далее. Теперь, все это от Бога, поэтому и говорится, есть такая знаменитая фраза, что Акольмина Шамаем, все с небес, то есть все, что есть, вся реальность, которая существует, она установлена, она идет с небес. Худ смират шамаем, кроме трепета перед небесами, внутренний выбор человека, верю я в Бога, не верю я в Бога, соблюдаю я заповеди, не соблюдаю, верю я в Тору или верю я в какую-то там Бхагаваддиту. Это все свобода выбора, то есть Бог установил человеку, говорит, ты творец своей жизни, ты творец своей головы, ты творец своих интерпретаций, ты творец. Но, когда ты уже выбрал, от Бога, от Бога вся реальность, то есть Бог реальностью управляет и даже Бог может для человека изменять реальность, это называется Ашгаха Пратит, индивидуальное проведение. То есть если человек, он с Богом настолько установил близкие отношения, с Творцом мироздания, то есть есть Бог, который проявленный, который Элутим, всесильный, это природа, а есть Ашем, то, что мы называем Юткей Вавкей, это Бог-творец, создатель, который он, творец, он все сотворил, но он существует за пределами сотворенного. То есть Бог есть сотворенная реальность, а есть Творец реальности, Бог бесконечный, безграничный, который был, есть и будет, и который эту реальность наполняет и сотворил. Если есть, когда мы говорим, Шма, Исраэль, Ашем, Элокен, Ашем и Хад, когда мы говорим, что вот этот вот Бог единый, который творец, создатель реальности, если есть сила с ним соединиться, да, то есть своими действиями человек выполняет заповеди, учит Тору, молится, и он поднялся на ступень близости с Богом, то Бог для него может даже менять реальность. То есть реально мы знаем, что есть события, которые вот, какая-то необычная события Авраама Вину, он сто лет у него родился сын, то есть сын родился в сто лет, Бог для него изменил реальность. Для пророков, то есть пророки, это те, кто умеют заходить вот в ту реальность, которая, божественная реальность выше законов природы, духовная реальность. И, значит, есть такая у нас тоже возможность. Еще раз давайте подведем итог сегодняшнего, то, что мы сегодня изучили. Первое. Если Богу угодно пути человека, он даже врагов примирит с ним, и мы поняли, что это враги внутренние, а уже потом, Даша Волотов, Михаил, привет, Миша, а уже потом враги внешние. И враги внешние, это всегда следствие врагов внутренних. Второе, что лучше немного, но по справедливости, чем много без суда, потому что, как мы уже учили, вот, марбе не хаси, марбе да ага, умножаешь имущество, умножаешь заботу, чем больше ты зацепил, особенно беззаконно, тем ты себе создал более сложную жизнь. Теперь и девятый отрывок, что сердце человека обдумывает свой путь, то есть много замыслов в сердце человека, человек все время мыслит, но Бог направляет шаги, и когда ты выходишь в реальность, реальность, она состоит из множества законов, и это надо учитывать. Все, удачи, успехов всем, хорошей недели. Тору надо учить, нужно учить и повторять, потому что тот, кто учит и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не собирает урожай. И смысл не в том, что ты понял урок, смысл в том, как ты его запомнил, как ты его применил, и что у тебя после этого осталось. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите все это применить, повторите, повторите то, что мы изучали, значит, напишите свои три вывода, поделитесь своими выводами со своим окружением, со своими друзьями, просто поделитесь. Вот я сегодня понял вот три вещи, раз, два, три, и я решил делать то-то, 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 кто со мной. Все, и мы сейчас очень сильно решили усилить свое, поднять Ваикба, Лебамбе Даркеашем, поднять свои сердца на путях Бога, и, значит, поэтому мы хотим сделать, чтобы Ваикра была 100 тысяч подписчиков в ближайшее же время. Поэтому, если вы еще не подписаны, подпишитесь, и своих друзей евреев, и тех, кто хотят знать про Бога из первоисточника, как мы изучаем Тору, которую Машера Бену Моисей получил на горе Синай, то это, это то, что прямо от Бога, и всех приглашайте, кого вы считаете, надо приглашать, приглашайте, чтобы подписались на страницу, приходили на уроки, у нас почти каждый шаг есть уроки, каждый час есть уроки Торы разные, и это очень хорошо и полезно. Все, всем удачи, успехов, значит, а у меня есть, лично у меня еще я хочу сказать, в 17.00 в Инстаграме есть прямой эфир, где я отвечаю на жизненные вопросы, бизнес-вопросы, такое называется шоу Ицхака, шоу Ицхака, туда тоже приходите, если у вас есть вопросы по бизнесу, по жизни, там я отвечаю с точки зрения Торы, так как я все делаю с точки зрения Торы, но и с точки зрения психологии, и знания того, как работает мир. Все, удачи, успехов, до встречи завтра в 10.00 урок Торы. Все, пока.